здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео вот немножко сейчас выпустили погулять наших свинок свиноматок уже это вот у нас 4 поросеныша осталось на продажу до продадим их и будем случать покрывать уже вот это будущие мамки видите какие беконного типа у нас получаются свинки это очень хорошо это уже все свинки были чистенькие только хотел сказать чистенькие ну все ну точно говорят свинья болота знают вы специально цена я только снимать начал и хоть бы две минуты были чистыми видите уже уже видно хорошо что они с детками ну еще до опороса им по два месяца где-то осталось до полтора два месяца не так так скажем это только это мамочка она кормит он мамочка докармливает так скажем а вон поросятки осталось а четверо а вот это вот смотри какой я его не вижу он так замаскировался что плохо видно на этом на земле а кстати они все едят жалуди давайте мы сейчас жалудями накормим еще там тут недалеко дуб растет несколько дубов у нас и мы решили сделать им такой праздничный обед не обед что это у нас они с радостью летают это все да но радость короче у них было в грязи поваляться основная радость это похудала как мамочка ничего ничего отец а потом вот у нас тоже на подходе свинки беконного направления ну мясные и до мясные беконного направления скажем так чистого чистой породы бессмысленно содержать но пытаться там вывести при этом немножко добавив там допустим в дюрка ландраса получается вот такой вот у них я думаю там и по тренде это рядом носился возле мамы так скажем мама была беконная такая хорошая и цене в маму пошли папа у них был ландрас поэтому они вот одна вот та вот которая самая черная она такая шерстяная у нас и буши как у папы дал андрас андрасом он бегает а эти такие боли а это вообще вот этот дюрок ярый представитель разноцветный красный красный нос а ну давай рыжик давай отходи рызуня подорвать дрищ да вот смотрите какие хорошие будут у нас на них а понеслась ты правильно вот это самая зараза а вместо вот это начал драться эти все нормально ничего илюха я плова нас не успокоен поросятки поросяткам уже полтора месяца уже такие кабаньяки здоровенные мне них так они маленькие не убегут цене между собой выясняют вещь как спокойно друг другу относятся не начинают там особо драться да хотел показать же по вымазывали всех зараза ничего тебе не показываешь а вот а ну илюха это она на место идет свое иди погуляй еще чуть-чуть иди хорошая иди иди маша иди маша хрюша а вот она и забежала сразу испугалась давай заходи заходи выходи то есть ну давай маша машу не иди иди тебе надо вот видите немного ну надо короче желательно вообще при даже вот в советские времена вот как бы не говорили на них плохо хорошо ну там было достаточно сельское хозяйство было развито хорошо и даже в зимой в снег это было рекомендовано выгонять их выгоняли свиноматок на выгул они там чтобы они недолго пускай поэтому сейчас весна и осень нас тепло лучше это делать ну как бы это будет только плюс во первых легче потом поросятся свиньи ну да мацион выгуливают укрепляются у них и мышцы нормально не атрофируются аппетит лучше становится блин не смотрите что у меня такой срач во дворе на самом деле они были чистые свинки дают эту заразу на место или поставь сразу и было на что прибор приборзел малышняк маме прибежала давай место место жаба зашкадлывая труба допускай алюха выгоним рыжика рыжик вменяем и а вот у нас какой бекончик бегает бекон и вот бекончик бегает на бекончике хорошо видно крупные задняя часть до лопатки крупные округлые такой формы округлой башка маленькая ушки тоже не очень большие ну так как тут он не чисто конечно не чистый там этот дюрок кто это должен быть петрен но все равно как бы получилось от достаточно во-первых к кормежки восприимчиво мало восприимчиво можно кормить допустим не надо бмвд их впиздовывать ой засыпать их бмвд они вполне на дырте живут нормально только в дырте единственное в дырте надо стараться чтоб ячменя было побольше если там пшеницы добавляем то процентов 20 30 я знаю многие со мной не согласятся сейчас будет писать комментариях то я вообще на кукурузе ращу ну короче на кукурузе пусть не пиздят ничего не растет а во всем остальном да каждый как хочет этим заниматься вот хорошая ведь какая небольшая это кстати все переводки у меня будет а вот это вот единственная она уже уже у меня три опороса или 4 это свинка такая уже серьезная мамочка а это первое кто-то на догнала уже люк по размеру не догнала чуть меньше может ну вот вот это вот то и это хорошая он широкая спина какая и вот вот люк а здорово да 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 это мама вот она а это этот группа вне от него полу после свое здорово от этого пола ну в общем и такое у нас свинохозяйство сейчас свершие свиноматок девчонки один хрючок мы его пока не выпускаю у нас на выгуле и так живет им не а выпускать ну и соответственно грубо ларям за год-два пороса они успевают успеют сделать и практически каждый месяц получится у нас будут свинки поросятки которых можно на продажу использовать ну как бы доход видите да все как бы примерно одинаковые создали подогоняла все по вытягивал вот это вот у свинок процесс когда свинки малышей кормят в себе носят так скажем у них очень хорошо они вес набирают тогда и вообще в норму входят все те уже помочь загонять она может будет давать звать они будете а ноту еще раз по хребту дай чтоб она не вата опять начинает что лески братве ты шо цибулу полю ты давай осторожней подскользнулась чешу это сама на месте а там все я ее закрою наверно сейчас соседи кури выгоню только да иди уже отсюда жаба все пускает уж если она уже снова мы особо ну как стараемся выпускать хоть ненадолго не всегда получается дождишь ли не было возможности такой срач был но сейчас и стремно чтобы они синий поперевал или ничего будет падать да нашел какую-то дрянь конечно держишь есть это же западло на дрейку то обязательно в рот тянуть так а ты у нас кто так что такие дела вот так у нас наша свиноферма существует приносит доход пусть не огромный но при этом стабильный подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты ребят да разведение с ней достаточно ну скажем так прибыльное дело и не особо затратное в плане кормежки там немножко тут у нас конечно немножко срач ну смылись а это у нас васек же вася ну ты чо марошник вася в резюке вываляется вечно в общем как то так вот так хряк витку малыш не 2 смылась а вот туда на выгу там дырка я думаю они убегут от этой от свиноматки тупой сейчас будем их загонять